Это итоги недели. В студии Дмитрия Овчаренко. Здравствуйте! А вот заголовки уходящих 7 дней. Единое правило популярный бренд и тарифная ставка. Рост зарплаты компенсирует увеличение стоимости на тарифы ЖКУ. Какой лимит? Добро пожаловать! В Беларуси вступил в силу обновленный закон о гражданстве. Оно всегда динамично меняется в зависимости от реалий сегодняшнего дня. Что изменилось? Родные объятия. В Бобруске открылся дом семейного типа. Вся моя любовь около детей, даже образование получала только что касается воспитателя, учителя и это мое. Где поселилось счастье? Наша гордость. В городе прошла церемония присвоения звания почетный гражданин. Я благодарна, это вообще ничего не сказать, за такую высокую оценку. Кто трудится на благородины, не жалея сил. Пора определяться. На следующей неделе начнется прием документов в СУЗы. Абитуриенты будут выбирать профессию в соответствии с новым классификатором специальностей и квалификацией. Что предлагают колледжи? Массовые протесты, солнечная буря и стихийное бедствие. В США продолжается разрушительное наводнение. Какой пострадал штат? Каждый район должен зарабатывать себе деньги. Об этом президент заявил во время рабочей поездки в Могилевскую область. Главе государства доложили о текущей работе и перспективах развития Могилевт-Лифмаша. Показали образцы выпускаемой продукции. Здесь реализуется несколько импортозамещающих программ. На предприятии производят подъемники, электродвигатели, осветительное и светодиодное оборудование. Трудится тут без малого 6 тысяч человек. Мощностей хватает, территория большая. Надо переоснащаться и производить продукт с высокой добавленной стоимостью. То есть не просто там что-то, ну грубо говоря, какую-то пленку произвести и продать, а из этой пленки что-то сделать. Очень надеемся, что новая команда, ребята, модернизацию эту закончат и создадут чистое производство. Дисциплина должна быть железобетонная. Никто же не требует ничего лишнего. Ты руководишь холдингом лифтмаш, ну и отвечай за него. Вот за завод, за людей. И вот каждый, каждый, вот свое место. В то же время сварщик, монтажники, прочие ребята там, бухгалтера, экономисты. Вы на своем месте дайте свой результат. Но дисциплина, чтобы была. Потому что отсутствие дисциплины – это провал. Провал – это война. Все начинается с экономики. Все начинается. Возьмите Украину. Там же до специальной военной операции, вы же помните, они уже обрушили экономику, люди жили в жутких условиях и потихоньку-потихоньку шли к войне. Почему люди выходят там, Майдан и прочее, да, их подталкивают, подкармливают, но и внутренняя всегда причина должна быть. Надо делать соответствующие выводы и извлекать уроки. За человека никакая власть ничего не сделает. За вас. То, что вы должны сделать, вы должны сделать. Никуда от этого не денетесь. Властей города Александр Лукашенко раскритиковал за бесхозяйственность и конкретно за неприглядный вид производственных территорий. Исправить ситуацию поручено в течение года. Говорили здесь и о социально-экономическом развитии области. При этом глава государства остановился не на достижениях, а на проблемах. Базовая величина, школьный апгрейд и масштабный опрос. В Беларуси проходит социологическое исследование. Что интересует ученых? Громкие итоги недели. Далее в специальном обзоре. Рост зарплаты компенсирует увеличение стоимости на тарифы ЖКУ. Для работодателей это не должно быть проблемой, заявил президент. В июне, напомним, оплату жилищно-коммунальных услуг привязали к базовой величине. По итогу рост цен не может превышать ее половины. Ранее был установлен 5-долларовый эквивалент. В Беларуси за июнь выросли продажи новых автомобилей более чем на 24%. Куплено свыше 2000 машин. На протяжении второго квартала доля бренда «Джили» остается на уровне почти 80%. Последние месяцы наблюдается положительная тенденция. На рынке становится все больше моделей отечественного производства. 17 белорусских банков ввели единые правила замены банкнот в иностранной валюте. Теперь не будут приниматься купюры с производственным браком, рисунками, оскорбительными и нецензурными надписями, а также склеенные скотчем. Кроме того, изъятию подлежат деньги, которые имеют явные признаки поделки или вызывают сомнения в подлинности. Школы начали подготовку к новому учебному сезону. В зданиях активно идет ремонт, замена оконных блоков, обновление стадионов, ремонт кровель и фасадов. Только в Минской области выделено более 50 миллионов рублей. В этом году впервые откроются двери для 23 тысяч первоклашек. Масштабное социологическое исследование в сфере демографии проходит в Беларуси. Участие в нем примут около 6 тысяч респондентов. Им предложат заполнить анкету на условиях анонимности. Вопросы будут касаться основных событий и фактов из биографии. Это позволит ученым узнать особенности развития белорусской семьи. История успеха в Бобруске прошла церемония присвоения звания «Почетный гражданин». Его удостойны Анатолий Шкурков, Елена Винглинская и Раиса Рублевская. Каждый по-своему внес весомый вклад в развитие города. Однако всех объединяет одно – любовь не только к делу, но и к малой родине. С подробностями Ольга Васенда. Братские узы. На сцене Ледового дворца. Церемония присвоения звания «Почетный гражданин» за плодотворную государственную и общественную деятельность, особые заслуги в укреплении связей сотрудничества между Бобруйском и регионами России чествует Анатолия Шкуркова. Благодаря экс-главе городского поселения Нарафаминска мы активно взаимодействуем в сферах экономики, культуры, образования и туризма. Эта награда – это не только мне. Поверьте, я буду об этом говорить. Это ваше отношение городской власти вообще к Нарафаминску и отношение вообще к России, ко всем россиянам. Большое спасибо. Это большая гордость. Педагог с большой буквы, почетного звания удостаивается и Елена Винглинская. Учитель химии гимназии номер два из года в год приумножает интеллектуальный потенциал города. Ее учащиеся многочисленные победители Олимпиад, Республиканского и Международного уровня. Секрет успеха – собственный пример и безмерная любовь к своему делу. Это очень волнительно, трогательно, почетно. Чувство восторга, наверное, восхищения от того, что я удостоена такого высокого почетного звания, переполняет меня. За весомый вклад в развитие социально-экономической сферы. Звание «Почетный гражданин» присваивают также Раисе Рублевской, директору знаменитого универмага на площади. Благодаря работе с полной отдачей Бобруйский промторг дважды занесен на республиканскую доску почета. Трижды удостоен высшей награды Министерства антимонопольного регулирования и торговли «Бронзовый Меркурий». Но главная оценка – довольные покупатели. Я благодарна, это вообще ничего не сказать, за такую высокую оценку представителям власти города Бобруйска и депутатскому корпусу. За то, что они сломали стереотип торгового работника. Это, наверное, впервые мы смогли достичь такой вот высокой оценки за свой такой скромный вклад в развитие нашего города. Спасибо большое всем. Почетные граждане, гордость и слава Бобруйска. Такого звания удостойны свыше 30 человек. Артисты, поэты, военные, преподаватели, медики, общественные деятели. Перечислять можно долго. Люди, которые трудятся, не жалея собственных сил и всем сердцем любят свою малую родину. Ведь им не безразлична ее судьба. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Чувствуете себя как дома. В Беларуси вступит в силу обновленный закон о гражданстве. Теперь становится обязательным принятие присяги. В случае несогласия вводятся дополнительные основания для отмены решения. Кроме того, будут внедряться специальные тесты на знание одного из государственных языков белорусского или русского. Сдавать экзамен придется в письменном виде, чтобы исключить коррупционные схемы. Почему решили все-таки перейти к тестам? Потому что, фактически, вы знаете, что есть, в том числе, к сожалению, у наших соседей, есть такие негативные примеры, когда лицо, которое уже является гражданином той или иной страны, вдруг в судебном порядке, заявляет о том, что, к сожалению, не знает язык, требует переводчика и так далее и тому подобное. Законодательство о гражданстве, оно всегда динамично меняется в зависимости от реалий сегодняшнего дня, тех вызовов и угроз, с которыми сталкивается наша страна, а также аспектов, связанных с миграцией населения. Теперь нужно сообщать о наличии другого гражданства или вида на жительство. Добровольно уведомить об этом органы внутренних дел или дипломатической службы, необходимо в течение трех месяцев. Кроме того, вводится новое основание для утраты белорусского паспорта. Там, где всегда ждут. На Красноармейской открылся дом семейного типа. Хозяевами двухэтажного коттеджа стала семья Луцкиных. Родители воспитывают десятерых. Младшему – четыре, старшему – четырнадцать. О секретах счастья Елизавета Липеева. На Красноармейской, 14, в торжественной обстановке открывают дом семейного типа. Ключи от комфортабельного жилья получают родители десятерых детей. В подарок новоселам сертификаты на бытовую технику, мебель, ноутбук и компьютеры. Для юных непосед – самокат, велосипед, игрушки и школьные принадлежности. Спасибо вам, Оксана Николаевна, Игорь Валерьевич, что вы приняли на себя такое решение. Я знаю, что этот дом будет полон рыбы. Все лучшее детям. Возле двухэтажного коттеджа обустроена площадка с безопасным покрытием. Качели, беседка, лавочка и деревянные макеты машин. Для веселых игр на свежем воздухе созданы все условия. В большой семье Луцкиных спорт на первом месте. Старшие дочки Валерия и Кристина вместе увлекаются пешеходным туризмом и младших заодно приобщают. Когда появился новый дом, стало очень-очень весело. Мы, не отходя от дома, гуляем на площадке, катаемся на самокатах и на великах. Мы играем в повсоянные подвижные игры, мы играем в волейбол, в баскетбол, учим также младших в волейбол играть. Потом в догонялки можем погулять, в заморозки побегать, попрыгать. Под крышей этого дома царит уютная атмосфера. Полки пестрят книгами, любовь к чтению здесь прививают каждому ребенку. Хватает времени для игр, мальчишкам здесь скучно не бывает. Вместе смотрят мультфильмы и устраивают гонки на радиоуправляемых машинах. В воспитании детей активное участие принимает глава семейства. Сейчас пока будем заниматься благоустройством участка. Люблю работать с деревом и хочу это привить детям. В планах поставить беседку, дополнить игровую площадку домиком. Мансарду может сделать, что-нибудь еще. Но опять же таки с участием детей. Любим велопрогулки, походы на природу просто. Любим посещать другие города. В ближайшее время старший просит на рыбалку с ним съездить. Вот, планируем. Безграничная любовь. Хранительница очага и счастливая мама с детства знала, что создаст большую и дружную семью. Ведь сама росла в многодетной. Для нее дети смысл жизни. Позади работа в доме малюток, садиках и школах. О воспитании женщина знает все и даже больше. Вся моя любовь около детей, я даже образование получала только, что касается воспитателя, учителя. И это мое. Приятно быть с детьми, мне нравится. Мне нравится с ними общаться, заниматься. Вот какие-то выводы их мне нравятся. Заключения, жизненные позиции, которые они в своем детстве как дети понимают. Они так хотят быть взрослыми. Хотя я им говорю, не торопитесь, все бы свое время. Но, однако, очень интересные дети. Один за всех и все за одного. Секрет семейного счастья у Луцкиных простой. Совместное времяпрепровождение, поддержка и уважение. Сердца мамы и папы наполнены любовью к детям. Ведь каждый из них по-настоящему родной. Елизавета Липеева, Станислав Чечерин. Итоги недели. Интересы детей в приоритете. В стране вступили в силу изменения в порядке использования семейного капитала. Теперь проверяют сведения о несовершеннолетних. Если дети в социально опасном положении или взрослые лишены родительских прав, возможен отказ в использовании средств. К тому же нововведения касаются и жилья. Такую недвижимость обследует специальная межведомственная комиссия. Изучает помещение только с согласия собственника. К процессу привлекают представители МЧС и энергонадзора. Если найдут нарушения, власти вправе дать отрицательный ответ. При этом стоит отметить, выплаты для многодетных по-прежнему остались в том же размере. В семье назначается пособие по уходу за ребенком и его размер также значительный. Сегодня он превышает уровень минимальной заработной платы. На первого ребенка мы назначаем 605 рублей. Если в семье воспитывается еще один ребенок в возрасте до 18 лет, то размер пособия уже 870 рублей. И он выплачивается на протяжении трех лет. Программа «Семейный капитал» работает уже более восьми лет. За это время депозитные счета открыли более 128 тысяч многодетных. Государство выделило свыше трех миллиардов рублей. Одобрено около 70 тысяч решений о досрочном распоряжении средствами. Основная доля на улучшение жилищных условий. Гайд по поступлению. На следующей неделе начнется вступительная кампания в СУЗы. В этом году Бавруйские колледжи открывают новые специальности. В технологическом можно будет освоить профессию социальный работник. В торгово-экономическом появятся интегрированные группы. К примеру, учащихся одновременно обучат сразу двум квалификациям. Повар-продавец. Контрольные цифры далее. Пора поторопиться. С 20 июля начнется вступительная кампания в СУЗы. У абитуриентов, которые планируют поступать на дневную бюджетную форму после девяти классов, документы будут принимать по 3 августа. На платную до 14. У выпускников – 11 до 20 числа. В этом году планируется зачислить свыше 39 тысяч первокурсников. Из них 27 будут получать образование за счет госбюджета. В 2023 году абитуриенты будут выбирать профессию в соответствии с новым классификатором специальности и квалификации. Так, в старом классификаторе была специальность торговое дело. В обновленной версии ее назвали торговое обслуживание. А специальность общественное питание на данный момент называется обслуживание и изготовление продукции в общественном питании. С этого года в Бобруйском торгово-экономическом колледже предлагают освоить сразу две профессии – повар-продавец. Раньше можно было получить только одну квалификацию. Здесь научат готовить изысканные закуски, фирменные блюда и кондитерские изделия. Плюс расскажут секреты сервировки стола. Контрольная цифра приема – 28 человек. Больше всего нравились именно практические занятия вот в этом кабинете, баре. Обучился сервировке стола, общению с посетителями, сервировки стола по меню. Откроется новая специальность и в технологическом колледже – оказание социальных услуг. Освоить профессию можно после 11 классов. Программы рассчитаны на год. Форма обучения – бюджетная вечерняя. В группу наберут 20 человек. Зачисление пройдет по конкурсу аттестата. Иногородних обеспечат общежитием. В 2023 году для получения среднего специального образования на базе 9 классов, дневная форма обучения, можно выбрать специальность производства швейных изделий. Квалификация – техник-технолог. С получением рабочей квалификации – швея портной. В колледже научатся сдавать буквально любую одежду – от платьев до брючных костюмов. За три года учащиеся постигают дополнительное и парикмахерское искусство. Делают модельные стрижки, сложное окрашивание и стильные прически. Бессмертной классикой остаются у нас разноплановые локоны. И наши учащиеся данного заведения, парикмахеры, справляются с ними очень хорошо. Также в тренде разноплановые пучки. Один из самых трендовых пучков – это сейчас простой пучок петля. Перспективные профессии и в лесотехническом колледже. Одну из них открыли в 2021-м. Мастер мебельного цеха. Специалист этого профиля может курировать процесс производства на крупнейших предприятиях страны. Обучаться предстоит три года шесть месяцев. Чтобы поступить, достаточно пройти конкурс по среднему балу аттестата. Проходной бал на бюджет 6,4. Мастер курирует производство. Он получает указания от начальника цеха, расставляет людей по операциям. И в дальнейшем следит за выполнением технологического процесса на производстве. Он контролирует посещаемость людей, ведет табеля учета рабочего времени, смотрит за охраной труда. Были у нас практики. Мы ходили по заводам, смотрели на станки всякие. Смотрели, как облицовывают материал. Изучаем этот сам материал. Как он изготавливается, сушится. Хочу работать на фондоке, потому что здесь близко. Платят очень хорошо. И в принципе там хорошие условия труда. С этого года в Беларуси изменились правила приема в СУЗы и ПТУ. Раньше зачисление проходило либо по конкурсу среднего балу аттестата, либо по результатам двух ЦТ. Как, например, на медицинские специальности. Теперь все будет зависеть от первого документа. Местами отменяются и вступительные экзамены. Однако нововведение не коснется спортивно-педагогической деятельности, физической культуры и творческих направлений. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Катастрофический дефицит, экономические показатели и жаркая обстановка. Ученые прогнозируют солнечную бурю. Какие могут быть последствия? Далее громкие заголовки мировых новостей. Северо-восточные районы США продолжают страдать от разрушительных наводнений, которые вызвали сильные ливни. Это самая масштабная катастрофа за последние 20 лет. Штат Вермонт практически полностью ушел под воду. Затоплена его столица с населением около 8 тысяч человек. Многие жители оказались заблокированы в домах. Спасатели эвакуируют их на лодках. В Германии заявили о рекордном с начала года ухудшении экономических условий. По мнению местных экспертов, причина в высоких процентных ставках. Влияние оказывает также понижение мирового спроса на немецкую продукцию. В результате деловая активность упала, а объемы промышленности сократились. Аналитики предполагают, такое положение может обернуться негативными последствиями для всей еврозоны. В Венеции испытывают катастрофическую нехватку врачей. Ситуация в ближайшее время будет только усугубляться. Власти пытаются привлечь к работе специалистов из других регионов, а также иностранцев. Тем, кто соглашается переехать в город на воде, обещают офис, помощь в поиске квартиры и бесплатное парковочное место. К слову, Италия – страна с самыми возрастными докторами в Европе. Медикам в среднем по 57. В Израиле продолжается волна манифестаций против судебной реформы. Они проходят каждую неделю с января этого года. Тысячи протестующих перекрыли ключевые автомагистрали и главный международный аэропорт страны. В центре Тель-Авива полиция применила водометы. Порядка 70 человек задержаны. По оценкам медиков, пострадали как минимум 9 граждан и один полицейский. Ученые прогнозируют солнечную бурю, которая может вызвать интернет-апокалипсис к 2025. Солнце достигает пика своего цикла, из-за чего возможны серьезные нарушения в работе компьютеров и отключение электроэнергии. К слову, первая неделя июля стала самой жаркой за всю историю наблюдений. Экстремальные температуры бьют рекорды, и такая тенденция сохранится. Связано это с изменением климата. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты Бобрус-360 и я, Дмитрий Вчеренко. Новая неделя, новые итоги. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин